Ненецкий округ приступил к реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Он рассчитан на три года с 2019 по 2024. Основная цель всероссийского проекта – сделать региональные и местные дороги комфортными, а также снизить аварийность и смертность в результате ДТП. Финансирование соответствующих программ субъектов будет из федерального и регионального бюджетов. В соответствии с региональным паспортом проекта к 2019 году доля региональных и муниципальных дорог общего пользования составит 34,5% региональных дорог в нормативе, а в 2020 – 36,6%. К 2025 году по итогам реализации национального проекта в Ненецком округе доля таких дорог должна составить 81,5%. При этом достижение показателя возможно при софинансировании строительства автомобильной дороги на Ринмар-Усинск за счет средств федерального бюджета по иным межбюджетным трансферам региону. Для достижения этой цели нам позволяет достигнуть данную цель – это строительство участка автомобильной дороги, вернее, не участка автомобильной дороги на Ринмар-Усинск. Стройка ведется. В прошлом году мы ввели четвертый этап. В этом году у нас должен вестись третий этап данной дороги. Начато строительство первых двух этапов по первому участку. Так уже в апреле этого года планируется выделение с федерального бюджета 200 миллионов рублей на строительство. В 2019 году стартует работа по шести объектам дорожной инфраструктуры. Дорога по улице Дружба, дорога, ведущая на станцию по борьбе с болезнями животных, дороги на Ринмар-Искатели, на Ринмар-Красное, улица Ленина-Хатанзейского. По состоянию на 31 декабря 2017 года доля автомобильных дорог общего пользования местного назначения Ненецкого округа, находящихся в нормативном состоянии, была 63,3%. Рост показателя по итогам составит 71,1% в 2019 году до 90,3% в 2024 году. Сюда входят региональные дороги и дорога по улице Авиаторов. Там жалоб очень многое поступает, и жалоб, и предписание прокуратуры, ну и сами понимаем, что там нет освещения, нет тротуаров нормальных. Плюс город у нас в этом году заканчивает проект по ремонту улицы Заводской. Также мы начнем, планируем начать тоже разработку ряда проектов по дорогам, которые необходимо приводить в нормативное состояние. Кроме того, запланированы ремонты аварийных мостов через лесозаводскую Курью и на Харягинском участке дороги через реку Колва. В целях обеспечения безопасности дорожного движения планируется установить 7 камер, фото-видео фиксации, двух светофоров, посты, весогабаритного контроля для большегрузных машин. Предусматривается устройство, сейчас точно не могу сказать, но по крайней мере два светофора мы уже проектируем. И там рассматривается вопрос еще установки светофорных объектов в местах, особенно где у нас находятся социальные объекты, это школа, больница. У нас в этом году еще самая важная задача поставить стафор, это седьмое требование федерального законодательства, это по улице Северная, около школы в Искателях. Объем финансирования регионального проекта по годам реализации составит 602 миллионов рублей в 2019 году до 1 миллиарда 214 миллионов рублей в 2024 году. Средства будут выделяться как из федерального бюджета, так и бюджета Ненецкого округа. Если в текущем году объем выделенных денег из федеральной казны будет составлять более 130 миллионов рублей, то начиная с 2020 года по 50 миллионов ежегодно. Вложения округа, напротив, будут расти с 468 миллионов в 2019 году до 1 миллиарда 164 миллионов в 2024 году. Напомним, национальные проекты запущены в 2019 году по указу президента России Владимира Путина и ориентированы на достижение целей по ключевым направлениям стратегического развития страны. Ольга Руслова, Леонид Шишелов, Телеканал Север.